Последний рабочий день недели выдастся облачным с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории страны сгустится туман. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. В некоторых районах пройдут дожди, особенно промокнет восточная половина. Порывы южного ветра будут колебаться от слабых до умеренных. Завтрашний день задаст тенденцию наступающим выходным. Ночью воздух остынет до плюс 13, днем потеплеет до 18 градусов. Такая же температура будет в субботу и воскресенье. Во Франции из-за ливней погибли 5 человек. В некоторых районах за сутки выпало рекордное количество осадков. Вышедшие с берегов реки разрушили десятки зданий, около 35 километров горных дорог и множество мостов. Целый ряд населенных пунктов отрезан от внешнего мира. Продукты и воды туда доставляют с помощью вертолетов. По данным спасателей, 13 человек числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются. Ураган Дельта бушует на главном карибском курорте Канкун в Мексике. Скорость ветра достигает 177 километров в час. Стихи оставляют после себя разбитые окна, поваленные деревья, затопленные дороги и перевернутые лодки. Тысячи жителей и туристов укрылись в убежищах. Ожидается, что Дельта снова укрепится и повернет на север в сторону Луизиан и Техаса, угрожая крупным нефтяным объектам. Завтра в Бобруйске будет облачно, временами покажется солнце. Синоптики сообщают, дождя не предвидится. С юго-востока подует ветер со скоростью 2,4 метра в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 17, ночью похолодает до плюс 13. Анастасия Пахлёстова, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.